МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть такой бородатый анекдот. Старый мужчина на смертном одре причитает, Господи, вот и подошла к концу моя никчемная, трудная, нищая жизнь. А я ведь столько раз просил тебя, ну дай, дай мне выиграть в лотерею. После этих слов раздается глаз с небес. Ну ты бы хоть раз купил лотерейный билет. Здравствуйте. Смех смехом, а к медицине эта притча имеет непосредственное отношение. Не верите? Вот вам статистика. Если взять общее количество взрослого населения нашей страны, то более половины из них обращаются к профессиональной врачебной помощи не при наличии объективных показателей, а при крайней необходимости. Около 1% к концу жизни вообще имеют незапятнанную болезнями медицинскую историю. Правда, есть и те, кто приходит к врачам просто поговорить. А уж число тех, кто занимается самолечением и, что еще хуже, самодиагностикой, вообще не поддается статистическому учету. Это в итоге влияет не только на среднюю продолжительность жизни, но и на ее качество. Переломить веками сложившийся менталитет сразу вряд ли получится, но будем пытаться. Итак, сегодня в нашей программе. Простые вопросы о здоровье. Я хотела бы узнать ответ. Спасибо. И ответы на них. Ну и вопросы вы задаете. А еще что такое хоббл и как с этим бороться. При хоббл происходит значительное сужение просвета бронхиального дерева. Антон Павлович Чехов, классик русской литературы, и при жизни, как утверждали современники, весьма неглупый человек, говорил, «Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем это самое неинтересное в его жизни». С великими, тем более ушедшими великими, спорить бессмысленно. Тем не менее, факт остается фактом. С возрастом, самыми востребованными, темами для разговоров становятся политика, погода и болезни. Преимущественно свои собственные. А раз так, то, начиная с этой программы, мы будем узнавать, какие вопросы о здоровье и медицине интересуют жителей нашего города и, конечно же, давать на них ответы. Был недавно у врача с сильными болями в коленном суставе. Он отправил меня к дерматовенерологу. Зачем? С какого возраста можно делать лазерную коррекцию зрения и как это опасно для здоровья? Сколько раз в году можно делать рентген-снимок зубов? А вот мобильный телефон, он вреден только, когда ты по нём разговариваешь, либо же вообще, когда ты его с собой носишь? У нас в поликлинике нет сексопатолога, понимаете? Гинеколог есть, а сексопатолога, который мужчины могут обратиться, вот я в камеру прямо говорю, нет такого, реально нет. Пока ведущие специалисты пытаются найти ответы на эти достаточно серьёзные вопросы, я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Знакомьтесь, Дмитрий Рузанов, доцент кафедры эфтезиатрии и пульмонологии, проректор по лечебной работе Гомельского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, эфтезиатор, бронхолог, пульмонолог, эксперт ТИБИТИМ Всемирной организации здравоохранения. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Несмотря на то, что нашу сегодняшнюю встречу мы начали с шуток и анекдотов, тема программы, на мой взгляд, достаточно серьёзная. Вот уже почти 40 лет, 19 ноября, это Международный день отказа от курения, а 18 ноября отмечался Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью лёгких, сокращённо Хоббл. Как вам кажется, то, что два этих события отмечаются практически в один день, это совпадение? Нет, конечно, не совпадение, несмотря на то, что термин Хоббл и день Хоббл появился сравнительно недавно, а лет 12-13, но уже больше, чем полувека, известно крайне губительное воздействие курения, табачных смол на органы дыхания. И, конечно же, эти две даты состоят совершенно рядышком, потому что именно курение вызывает вот то губительное воспаление в бронхиальном дереве, а без участия не остаётся, конечно же, и сердце, и непосредственно сама легочная ткань. И если с возрастом есть незначительное снижение функций лёгких у некурящих людей, то курильщики буквально бегут по крутому спуску к болезни. Хроническая обструктивная болезнь лёгких, сокращённо Хоббл, это, как я понимаю, общее название для целого ряда заболеваний. И прежде чем рассматривать этот вопрос дальше, я предлагаю небольшую анатомическую справку. Лёгкие – это парный орган в организме человека, который только на рисунках может показаться симметричным. На самом деле правое лёгкое короче и шире левого. Впрочем, такое несоответствие имеет простое анатомическое объяснение. Это связано с тем, что помимо лёгкого в левой половине расположено сердце, и, естественно, из-за этого уменьшается объём лёгкого. По форме каждая лёгкая напоминает половину рассечённого конуса с несколько закруглённым верхом. Эти верхушки располагаются на 2-3 сантиметра выше уровня ключиц, а широкие и вогнутые основания лёгких опираются на диафрагму. Их наружная, прилегающая к рёбрам, поверхность выпуклая, а внутренняя, обращённая к сердцу, вогнутая. Почти в середине вогнутой поверхности имеется углубление – это так называемые ворота. Через них в лёгкое входит главный бронх – лёгочная артерия и ветви нервов, содержащие чувствительные и двигательные волокна. Через эти же ворота из лёгкого выходят лёгочные вены и лимфатические сосуды. Вся эта непростая система имеет свой каркас, который образует правый и левый бронхи. Итак, мы подошли к сути вопроса. Что такое ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лёгких? И какие болезни лёгких входят в это понятие? Я скорее сказал бы, что всё-таки болезнь одна, но с разными масками, с разными мишенями. Это и бронхит традиционный, это и эмфизема, это и хроническое легочное сердце, это и бронхектазия, и существенное сужение дистальных отделов мобронхов. Кроме того, я уже говорил о том, что при ХОБЛ вызывается крайне выраженное воспаление, которое затрагивает абсолютно весь организм. Это и сердечно-сосудистая система, это и мышечная, это и эндокринная, и даже костная. То есть, другими словами, от энцефалопатии и до импотенции. Поэтому, наверное, ХОБЛ объединяет целую группу патологических состояний, но всё-таки болезнь это одна. Не секрет, что с кашлем многие люди живут годами, считая, что это временно и не обращая особого внимания. Давайте поговорим подробно о тех симптомах, при которых стоит обращаться к врачу. И обращаться нужно незамедлительно. Ну, конечно же, кашель, но тут есть некоторое, скажем так, коварство в том, что как раз именно курильщики кашель иногда не замечают. Они длительное время кашляют, но если у них спросить, вы кашляете, скорее всего, они ответят нет. Но если курильщик всё же начал замечать кашель, значит, он изменился. Значит, произошли какие-то изменения. И в этой ситуации, конечно, стоит подумать о хроническо-абстрактивной болезни лёгких. ХОБЛ затрагивает очень многие болезни за счёт вот такого выраженного воспаления, но сама очень часто остаётся в тени вот такое вот коварство. А есть какой-то метод диагностики, который позволяет рано выявить ХОБЛ? Это что, ну, флюорография лёгких? Ну, нужно сказать о том, что флюорография не имеет никакого отношения к диагностике ХОБЛ, разве только что осложнений. При ХОБЛ происходит значительное сужение просвета бронхиального дерева, он изменяется, и изменяется функция прохождения воздуха по бронхиальному дереву. И это уже выявляется при помощи функциональных методов исследования. И, в частности, такой достаточно простой метод, как спирография. А можно подробнее рассказать о принципе работы этого метода, и, в принципе, чем же он отличается от флюорографии? Потому что на слуху только флюорография. Ну, спирометрия достаточно масса. Старый метод исследования. И нужно сказать о том, что, к сожалению, очень часто пациенты говорят, доктор, у меня всё в порядке на рентгене, у меня всё в порядке на флюорограмме, поэтому нет у меня никакого ХОБЛ, да. Но тут очень важно сделать именно вот это спирометрическое исследование. Эти приборы есть абсолютно во всех поликлиниках, есть во всех стационарах. Приходит пациент в кабинет, садится, дует через мундштук в специальный прибор, который изучает скорости движения воздуха и объёмы прохождения этого воздуха. И через 5 минут вы уже знаете, насколько ваши бронхи узкие, да, насколько вы близки к этой болезни. И можно говорить о, в том числе, диагностике хронической обструктивной болезни лёгких. А существуют ли какие-то методы, которые позволяют в домашних условиях выявить хроническую обструктивную болезнь лёгких? Ну, раньше, как историческая справка, был такой метод со свечой. То есть, когда пациент с определённого расстояния не может задуть свечку, мы говорим о том, что у него нарушена функция лёгких. Вот. Но вообще, один из достаточно ранних симптомов – это всё-таки одышка. Но одышка вначале появляется очень незаметно. Она появляется при физической нагрузке, которую раньше пациент переносил легко. Многие думают о том, что это какие-то возрастные изменения. Но достаточно скоро эта одышка становится при бытовой нагрузке, при умеренной бытовой нагрузке. Ну, а там, если не принимать каких-то мер, то недалеко и до инвалидизации. Ну, про основную причину возникновения хронической обструктивной болезни лёгких мы уже говорили. А какие ещё существенные факторы риска можно включить в этот ряд? Ну, конечно, это профессиональная вредность. И причём не обязательно работать в литейном цеху для того, чтобы вдыхать какую-то пыль. Ну, например, работа пылевода тоже не в кавычках будет пыльной. Ну, и справедливости ради нужно сказать о том, что 20-25% пациентов с Хоббл – это пациенты, которые никогда не курили. И здесь достаточно простой ответ на этот вопрос. Почему такие наследственные факторы? То есть у таких пациентов недостаточно факторов защиты от пылевых воздействий, которыми мы, например, как жители города подвергаемся ежедневно и ежечасно. Поэтому у таких людей не хватает определённых факторов защиты, и нужно понимать о том, что, ну, скажем так, лёгкие – это их слабое место. И уж не то, чтобы накурить, да, но и даже частыми простудами болеть нежелательно в такой ситуации. Хорошо. А есть ли какие-то в быту факторы, которые могут спровоцировать хроническую обструктивную болезнь лёгких? Ну, считается, что это приготовление пищи на открытом огне. Да, и вы удивитесь, но в мире немало людей пользуются таким методом приготовления пищи, и во всех странах этот метод относится к провоцирующему фактору развития хоббл. Ну, это могут быть какие-то различные там запылённости, ярко выраженные. Но я не думаю, что мы сами живём в квартирах, где поле стоит столбом. А какие факторы позволяют профилактировать хроническую обструктивную болезнь лёгких или замедлить течение этой болезни? Ну, ответ и простой, и сложный. То есть можно, конечно, сказать, перестаньте курить. Но мы прекрасно понимаем о том, что достаточно сложно отказаться от курения, поскольку одна это достаточно выраженная зависимость. И я, например, отношусь к этой проблеме всё-таки как к проблеме медицинской. И в этой ситуации, конечно, нужна и медикаментозная поддержка, и никотинозаместительная терапия. Но это, наверное, тема абсолютно отдельной передачи, отдельного разговора. Кстати, хотел бы сказать о том, что столь модные и популярные в последнее время электронные сигареты, они не способствуют прекращению курения. И тополь за виде снижения табачных смол, она нивелируется достаточно высоким содержанием никотинов в таких-таких сигаретах. А с другой стороны, необходимо лечиться, и лечиться как можно раньше. Но для того, чтобы лечиться как можно раньше, нужно диагноз выставить вовремя. И такой пациент должен каждый день принимать определённые медикаменты. Чаще всего это ингаляторы. Но очень часто происходит, как только пациент становится легче, он забывает о лечении. А МХОБЛ требует базисной ежедневной терапии. И я так думаю, что на протяжении достаточно длительного периода времени? Ну, скажем так, всей жизни. А вот модные ночи электронные сигареты, могут ли они спровоцировать развитие хронической инструктивной болезни лёгких? Ну, этот вопрос, он не очень изучен, но в электронных сигаретах, ну, мы говорим о том, что там отсутствуют те смолы, то есть те полютанты и иританты, которые запускают воспаление, характерное для ХОБЛ. Да, поэтому сами по себе сигареты не провоцируют возникновение ХОБЛ, но в них иногда существенно выше содержание никотина, который крайне негативно влияет на сосуды. Поэтому есть риск увеличения количества середисососудистых катастроф у пациентов, которые курят электронные сигареты с высоким содержанием никотина. Вы говорили о том, что работа поливода может спровоцировать развитие хронической обструктивной болезни лёгких. Но не секрет, что многие горожане проводят часть и большую часть своего времени на дачах или за городом. Так вот, может быть, есть какие-то специфические вещества, которые действуют на даче, на горожанина, и которые могут спровоцировать развитие хронической обструктивной болезни лёгких? Хроническая обструктивная болезнь лёгких могут вызвать любые полютанты и иританты любого генеза. Это может быть не только табачный дым, но и, как я говорил, обычная пыль, которая поднимается на земле, которую знают хорошо и дачники, и массельские жители, это и суховеи, это и пыль, которая получается в сухое время года, при броновании, при вспашке. Такая пыль проникает в бронхиальное дерево, вызывает высокий уровень воспалительных реакций. Ну и ничего страшного, если это один раз в день, но если это изо дня в день, из сезона в сезон, то это, конечно, один из факторов риска. И в этой ситуации стоит защищать себя от такой вот пыли иногда обычными марлевыми повязками, иногда какими-то платками для того, чтобы не допустить попадания вот этой крупной и мелкой пыли в дыхательные пути. Я хотел бы сказать о том, что очень часто и люди, которые сталкиваются с профессиональными вредностями, и знают о том, что у них есть эта профессиональная вредность, но, например, не используют те же респираторы, потому что в них вроде бы дышать немножко тяжелее, да, но это делать обязательно необходимо, необходимо беречь свои легкие, потому что вот эта вот пыль, она задерживается респиратором и способствует тому, что у вас не будет развиваться хроническая абстрактивная болезнь легких. Но из других факторов не обязательно, это может быть пыль, да. Ну, например, если вы постоянно сталкиваетесь с какими-то лакокрасочными работами, да, в том числе на даче, то понятно, что это стоит делать в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы не было вот этого негативного воздействия иритантов на маслизистую и верхних дыхательных путей, и нижних дыхательных путей. Берегите свои легкие. Хроническая абстрактивная болезнь легких называется хроническая. А известны ли вам случаи, когда ее удается замедлить или, скажем так, пустить ее развитие назад? Ну, пустить назад, наверное, все-таки нет, потому что вот то изменение в легких, вернее, изменение в бронхах в виде сужения просвета бронхиального дерева, оно необратимо, оно вот такое вот склеротическое, то есть его каким-то образом разорвать бывает достаточно сложно. Поэтому задача врачей и задача, собственно говоря, пациентов – замедлить, либо даже практически остановить вот изменение о функции легких. А здесь в первую очередь, конечно, речь идет о медикаментах, которые расширяют это бронхиальное дерево. Чаще всего это баллончики. Но, к сожалению, наши пациенты иногда готовы делать капельницы и глотать таблетки, но не пользоваться баллончиками. Но при этом это самый безобидный метод, поскольку препарат попадает только лишь в бронхиальное дерево. В последнее время появилась целая группа препаратов, которые замедляют вот то воспаление, которое крайне губительное для всего организма, о котором я уже говорил. И в Беларуси оно начинает как бы использоваться, используется достаточно широко. Поэтому однозначно можно и нужно остановить это прогрессирование. Но стоит это делать как можно более рано, пока не появились осложнения АХОБЛ. А для этого нужно вовремя обратиться к врачу с кашлем, либо начальными проявлениями одышки. Многие пациенты отказываются от баллончиков, мотивируя тем, что они вызывают зависимость. Так ли это? Конечно же не так. Конечно же не так, поскольку нет веществ, которые бы вызывали бы такую зависимость. Но механизм достаточно простой. Пациенту с баллончиком хорошо, без баллончика плохо. Поэтому вот это такая своеобразная зависимость. Баллончик лечит такого пациента, и без баллончика ему плохо. И пациенту кажется, я уже зависим. Но, как я уже говорил, пациенты с ХОБЛ должны лечиться постоянно, регулярно, всю свою жизнь. В начале нашей программы прозвучали вопросы о здоровье от жителей нашего города. И теперь мы готовы предоставить слово компетентным специалистам. Был недавно у врача с сильными болями в коленном суставе. Он отправил меня к дерматовенерологу. Зачем? Одной из причин поражения сустава может явиться инфекция, передаваемая половым путем, хромедийная. Так называемая развивается синдром Рейтера или болезнь Рейтера. При этой болезни у пациента проявляются три признака. Уритрит, артрит и конъюнктивит. Они могут не все три присутствовать у конкретного пациента. Как правило, предшествует развитию артрита уритрит с незначительными, может быть, даже симптомами, которые пациент может пропустить. Так вот, своевременное определение этой бактерии при обследовании, выявлении ее, дает возможность врачу назначить своевременное лечение, качественное. И, как правило, через 5-6 месяцев может наступить излечение от этого заболевания, и больной возвращается к нормальной активной жизни. С какого возраста можно сделать лазерную коррекцию зрения и как это опасно для здоровья? Да, безусловно, лазерная коррекция зрения имеет свои противопоказания. И если можно обойтись без этой операции, если желание пациента не настолько велико, и переносимость очков, контактных линз достаточно хорошая, то есть человек не испытывает серьезных затруднений, то лучше, конечно, обойтись без вмешательств в глаза. Даже такие высокотехнологичные операции, которые сейчас проводятся, то есть все компьютеризировано, очень точные методы, большие гарантии дают. Не дают всегда полной уверенности о том, что всегда все будет хорошо. То есть это операции все-таки вмешательства в естественные ткани, плюс обязательно каждый пациент должен проходить обследование до того, как его будут оперировать. Можно ли вообще ему проводить данные процедуры, и какие риски, велики или нет, возможных осложнений и других заболеваний глаз человек в итоге может, можно так сказать, заработать от вот такого вмешательства. По поводу возраста. Обычно ограничения могут делать операцию от 25 до 40 лет. До 25 глаз еще формируется, то есть происходит хоть маленький, но его рост. И окончательно уже зрение стабилизируется примерно к этому возрасту. Поэтому ограничения для молодых людей уже после 40, как правило, могут развиваться другие изменения. Вот это то, что мы видим, относим от себя подальше к книгу, чтобы улучшить, лучше видеть текст. Вот эти изменения тоже имеют свои особенности возрастные, поэтому в этих случаях тоже прибегают либо к другим операциям, которые справляют нашу рефракцию. То есть близорукость, дальнозоркость, все это рефракция, мы называем. Ну, то есть лазерная коррекция обычно – это 25-40 лет. Сколько раз в году можно делать рентген снимок зубов? Снимочки бывают разные. И на разных аппаратах они делаются. То есть вообще максимальная доза облучения – это 1 миллизиверт в год. Значит, по снимочкам маленькие, бывают прицельные, внутриротовой снимочек прицельный, вот такой. Доза его облучения – 0,3 в среднем, не лизиверта. То есть, соответственно, 3 снимочка в год можно таких. Значит, есть на компьютере делаются снимочки, на компьютерном аппарате, который вводится на бумажный носитель. Таких снимочков можно делать в 30 год. То есть в 10 раз облучения меньше. Есть панорамные снимочки. Здесь доза облучения 0,07 миллизиверта. То есть в среднем 3 снимочка можно делать. Или же на компьютерном томографе тоже 30 снимочков можно на компьютерном облучении, в 10 раз меньше. А вот мобильный телефон, он вреден только, когда ты по нём разговариваешь, либо же вообще, когда ты его с собой носишь? Чем слабее сигнал базовой станции, тем выше излучение мобильного телефона. В момент набора мощность излучения мобильного телефона увеличивается в несколько раз. Поэтому в эти моменты постарайтесь вести разговоры к минимуму и не прижимайте телефон к уху. Не носите мобильные телефоны близко к телу. Например, в карманах рубашек, брюк. Лучшая альтернатива – это сумки. И длительность разговора одного по мобильному телефону не должна превышать 2-3 минут. У нас в поликлинике нет сексопатолога. Понимаете? Гинеколог есть. А сексопатолога, который мужчины могут обратиться, вот я в камеру прямо говорю, нет такого. Реально нет. Чтобы мужчина… Нас стесняются мужчины ходить к сексопатологу, правильно? Сексопатологические кабинеты, они находятся, насколько я знаю, значит, это в психиатрической больнице. Сексопатология – это узкая специальность психотерапии. Клиенты могут свободно обращаться с данными проблемами к своим психотерапевтам. Я не сказал психиатрам, я сказал психотерапевтам. Ну, что можно сказать о мерах профилактики в целом легочных заболеваний? О, это еще одна отдельная тема, не буду повторяться о курении. Скажу только, что с началом сезона острых респираторных инфекций прививайтесь против гриппа, чаще мойте руки. Если заболели, соблюдайте этикет кашля, не злоупотребляйте антибиотиками и отхаркивающими. И в целом не тяните с обращением к врачу, если появились легочные симптомы. Ну, а мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Рузанов, доцент кафедры фтезиатрии и пульмонологии, проректор по лечебной работе Гомельского государственного медицинского университета, пульмонолог, бронколох, фтезиатор, эксперт Всемирной организации здравоохранения. Спасибо вам за интересный рассказ. Спасибо, Алексей. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Оставайтесь с нами на Беларусь-4, а в следующей программе мы поговорим о бесплодии. Редактор субтитров А.Семкин